Заточка топора Заточка топора дело непростое. Но когда у вас есть инструмент достаточно мощный, с регулировкой оборотов можно творить чудеса. В данном случае мне достался топор с инзообразной заточкой. Это хорошо! Для топора это очень хорошо. Но то, для чего я его заказывал, это не подходит. И вот пришел момент, когда я понял, что могу изменить угол заточкой. Да, при таких оборотах можно щупать руками обрабатываемую поверхность. Обороты малые. Мощность, которая очень большая. Я, пожалуй, попробую воспользуюсь таким моментом. и в том, что я не могу изменить Я изменю угол заточки, для того, чтобы использовать этот инструмент в своих целях. Зачем мне это надо? Я думаю, что отмечать я не буду. И через какое-то время вы сами это увидите. Ну, а зная направленность моего канала, я думаю, что многие уже догадались, о чем короче. Если уже позже я сам расскажу, какой процесс. Несколько это сложно. Но в целом, не менее недели идет для того, чтобы понять, насколько я смогу воплотить свою жизнь. Топор кованый. Мастер достаточно известный. С ним легко работать. Может быть, и с мастером, конечно. Но с топором устойчиво. И вот, лепто заменим его следующее. Потом будет несколько, точнее, две лепто еще. Более мелких. Но, это мы опустим. Я думаю, что это интересно смотреть всем более чем полчаса. Вот моя борода. Вот, без всяких яких показываю, что у меня получилось. У меня получился в данном случае это топор. Как сказать. Так, как говори, подводы. Я не ножевик, поэтому спуски и подводы. Топор я изменил. подводы. теперь угол заточки не так, как у всех обычных топоров. Скорее всего, это топор для того, чтобы какие-то фигурки вырезать. Это ювелирная работа можно делать с деревом. Но цель-то другая совсем. того, что я добился на штуку-то пяти шкурках P120, A65, A16, A6. 4 шкурки всего. работал я на Green 3. Вы видите, на каком. Результат работы вот такой. это топор всего лишь на все. Дальнейшая работа сейчас будет производиться на камну. Можно любой части делать. Такие вот. Кромсалова идет легко. Я, в принципе, скажу вам честно, по ножам я не высокий специалист, но даже редко какой нож по заточке так режет у меня, как этот топор. Топор был заказан у кузнеца Сигур. Это под Питером. Вот. На нем написано, собственно, бритву.ру. Вот. Борода моя самая большая за всю историю, за которую я отпускал бороду. Вот. Работаем дальше, братья. Ну вот, мой первый нормальный, я считаю, опыт заточки топора на хорошем камне, в данном случае Касуми. работа по направлению на камень дала плохой результат. Напор изумительно режет поверхность камня, и поэтому я иду как на ремне. т.е. т.е. лаская кромкой против. камень остается целый, металл снимается шикарно, т.е. и результат весьма и весьма неплохой. но не забываем смачивать добротно камень. Иначе идет сильное засаливание и вследствие отвратительная работа. Перехожу на десятку. Усилие достаточно серьезное. Но нельзя забывать о том, что при сильном подниме угла мы портим кромку зализывая и поднимая заточку выше, чем надо. При этом топор очень сильно тупится. Данное пособие не является руководством. Угол может быть любой. Такой интересен самому заточнику или человеку который хочет зачитать инструмент. Инструмент таким образом может быть любой. И стамески и ножи и так далее. Все дело уже индивидуально лично. Вот сейчас будет первая проба на волосы. Если хорошо видно шикарно шикарно бесподобно. Не ожидал. Хотя после этого у меня был клиент который сказал что спокойно затачивает топоры таким же образом. Я думаю что любой ну не знаю заточник или изготовитель топоров тоже сможет так заточить этот инструмент. да нет никаких проблем нет любой пусть точно как угодно но вот кто сможет применить этот второй образ. Теперь переходим на ремень потому что в любом случае для того чтобы немножко зализовать нелюбимый термин нужно конечно применить и усилие и более мелкую доводочную пасту. В данном случае ремень для правки бритв для доводки очень хорошо подходит. Видно что усилие сильное вплоть до того что дрожит рука. у меня еще есть несколько дней чтобы эту процедуру повторить несколько раз и как раз таки она по моим задумкам должна дать основную остроту топору. таким топором не знаю всего всадника от головы до седла но часть всадника разрубить до седла точно можно. все и в с с в 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 л и в помню в в помню сам, пока доволен надеюсь на то что результат будет именно тот который я жду весьма весьма очень весьма как говорится дайте мне точку опоры и я а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»